Добрый, добрый, добрый день всем. Ну что, у нас решающий мяч между командами Сикрет и Тим Малайзия. Первую игру выиграли малазийцы, во второй были сильнее у нас игроки команды Сикрет, сборная мира по сути. Ну и посмотрим, что у нас в итоге получится. Кто окажется сильнее, кто отправится по верхней сетке, а кто свалится в лузера с первого же раунда. На данный момент, в принципе, Сикреты должны быть на плюс морали. Они отбили проигранную катку, они смогли восстановить статус-кво, ну и для них, собственно, стало понятно, что где какие слабые стороны команды Малайзии. Я думаю, что они вроде как по скилловее ребята, поэтому ориентироваться и подстраиваться под героев могут получше, чем это могут делать малазийцы. Ну, опять же, Дота это игра и как эта игра пойдет, у кого из команд мы увидим в ближайшее время уже. У Куроку задача очень важная, саппортить Артизи. Артизи на мидлейне. Вис плюс Тини в пике команды Сикрет и СФО забирает себе Зевса. Да, Вис плюс Тини, скорее всего, будет стоять в легкой, насколько я понимаю, Артизи и Куроку перетянутся, скорее всего, на топ. Вот, нижний лайн, я думаю, все-таки будет за им, да, Сэн Кинг, скорее всего, туда отправится или, может быть, даже Сэн Кинг отправится у нас в легкую в соло. Да, Сэн Кинг отправляется в легкую в соло, а вниз идет у нас Трипла. Артизи вместе с Виспом, туда же, скорее всего, к ним Пупей и после Пупея Зевс у нас на мидлейне. Все, по лайнам расстановка относительно ясна. Охайо пошел уже наваливать здесь Заю через контр-хеликс, первая пачка крипов, в принципе, съедается. Для Охайо это не проблема, Хеликс здесь прокает очень удачно. Все, первая пачка крипов уже нет и умнина этот Муши, лица даже своего не показывает, с чайником на голове, будет саппортить здесь Охайо. Ну и Заю придется терпеть, ничего Заю другого здесь и не придумать. Заю придется просто стоять под тавером, а получится ли у Зая или нет, это уже вопрос такой. Я думаю, что плохо получится, если и получится, то неудовлетворительно. В это время Кухун на нижнем лайне получил у нас по горбу от команды Сикрет. Артизи плюс Куроку на Виспе. Эта ситуация неприятная в любом случае, поэтому Кухун, если не будет иметь Блейдфьюри, если не будет хватать маны до него, то, в принципе, Джаггер здесь умирает. Вот, ХП-пул у Джаггера маленький, а раскаст у Тини достаточно мощный. На втором уже левеле будут проблемы у Куху. Подкоп пошел у нас от Леона, ну, просто немножечко осадить команду Сикрет. И Артизи сбить ХП и Куроке, чтобы остался у нас без хеллс-поинтов. Артизи за Куху. Эваленш прошел, Мушу уже здесь. Мушу оставил в соло-хайу на топ-лейне. Здесь Зай вместе с Пупеем. Перетянулся Пупей на верхнюю линию, потому что Заю, ну, тут просто-напросто не выжить. Никаких вообще вариантов стоять в соло против Акса у Зая нет. Раскаста пока не имеется хорошего. ХП у Сэнкинга, как для силача, вообще минимум. Дефа нет, М-дефа тоже не больше, чем у остальных. Поэтому Зай вот-вот чуть было не умер на ровном месте от одного Баттлхангера и двух Контерхеликсов. А для этого не надо было вообще напрягаться у Хай, не надо было рисковать. Просто стой рядом, крутись, и все само собой случается. Ну, Хай на топ-лейне. Немножко Пупееву напрягает. Зай тоже уже хоть чуть-чуть осмелел. Маны, правда, нифига у Зая нет, но... В любом случае, с руки бить вместе с Пупеем с его замедлением можно. У Хай тоже, в принципе, ничего не боится. В прошлой катке он там главный был организатор всех файтов в составе команды Малайзия. За Бристлбека. Теперь будет та же история, да и первую игру, кстати, за счет Акса для Ухая, по-моему, и выиграли игроки команды Малайзия. Я бы ему все-таки отдал должность MVP. Ну и что, первый фраг. Лина забирает у нас на мид-лейне Зевса. Секреты отдают ФБ и Кетц Кэмба выходит вперед. Лина на мид-лейне. Это проблема. Сегодня же мы с вами наблюдали игру Е-Хоум против команды Ньюби Миракл. Там эта Лина за 16 минут стерла вообще всю команду Ньюби Миракл с лица земли. Это было очень быстро, стремительно, интересно. И Лина, если не умирает, то убивает. Это очень простой герой. Она не ведет пассивную игру. У нее куча маны, небольшой монопул. Много дэмиджа с руки. И проблемы, как таковые, для Кетц Кэмбы здесь в миде не должны быть. Если С4 будет где-то пытаться спамить просто, ну да. Лина, конечно, будет проседать. Но если С4 попадет хотя бы под один рассказ Лины, Зевс не выживает. Это факт. Даже и обсуждать нечего. Артизи перетягивается на топ-лейн вместе с Веспом. И Охайо не туда повернул. Будет здесь, видимо, с крипами находиться Артизи. Уже эвелэндж по Охайо. Надо бросать на Пупея. Надо бросать, тосать на Пупея у нас Артизи. Ой, Охайо точнее. Ну что, просто разменяли Пупея на ровном месте вообще. И тос до сих пор неюзает у нас Артизи. Ну, наконец-то. Провязали тос. Артизи забирает Охайо. Это важный фраг. Ну и правда Пупея потеряли, а могли не терять. Можно было просто бросить по Тавер. Мне кажется так. Бросить по Тавер у нас Акса. И пусть там уже с Пупеем пытается драться. Все-таки Слоу есть. И Тавер дамажил бы. И вряд ли бы там по Таверам Акс сильно агрессивничал. Ну, рискнуть стоило. А то, что просто-напросто Тинни привел Акса и Крипов по Тавер. И позволил Охайо самостоятельно распоряжаться ситуацией. И стало главным потерем Пупея. По голде. Фейсбуцы появляются у Лины. По голде она на первом месте. У нее 3000 с копейками. Против нее стоит Зевс 2200. У С4 ситуация не самая приятная по золоту. Пупей. Фростбласт у нас по Охайо. Здесь же недалеко Куроку. Охайо здесь похилили. И Куроку, кстати, удачно пролетел мимо. Просто как раз под подхил у Нинайта и попал. Чуть ли не половину к ХП Куро сбили. С4 ультанул. Лину немножечко продамажило. Так где-то на 85 тысяч процентов. Лина еле-еле на самом деле выжила. Если б не Боттл, Кецакомба у нас бы отъезжал. Но в итоге С4 фраг не забирает. Идет с счетом 0-1. У Лины 1-0. Купейку Року по лесам. Кто же здесь остается? Артизи остается на легкой линии. Против Аксов Соло. У Акса 6 левел, у Артизи 4. И Охайо это прекрасно понимает. За ним был Гупик. Все. Артизи отсюда выгнали как можно быстрее. Но оставляет Соло Тини против Акса 6 левела. Почти седьмого уже. Это самоубийство для команды Сикрет. Артизи лучше бы улететь отсюда. Или хотя бы перенестись сюда Куроку. Ну, Кура есть. Светок портала сейчас уже будет лететь. Купей в спину Охайо выходит. Тоже, в принципе, практически жертв. Врыв пошел у нас по Охайо. Артизи под сейвом Куроку. Словят у нас Охайо. Охайо, скорее всего, умрет здесь. Если что, перед смертью раскрутанется. Висп забирает этот фраг. В это время на мид лейне опять умирает С4. Кецик Мба не почувствовал вообще Зевса. Лагуна Блейд. Несколько ударов с руки. И Зай теперь начинает у нас гореть под фейсбутцами. Половину хп Заю просто с руки забирает. Мид Лина. Неужели свершилось чудо? И Лина у нас вернулась на мид. И игроки различных команд в разных частях мира наконец-то поняли, что этот герой на мид лейне творит невероятные вообще чудеса. И не надо лейд потенциал развивать в линию. В ней есть потенциал на раннюю игру. Есть потенциал на мид игру. Главное дать фармы. Дать ей возможность в лейд выйти просто-напросто монстром вообще. Который никого не чувствует. Охайо почти седьмой левел. Но два раза умирал у нас Акс. Тот танк, который должен был выхиливаться. Тот танк, который должен был постоянно быть под подсейвом Омни Найта. В итоге два раза умер. Муша у нас отправился не пойми куда. И в это время у нас постепенно по кусочку Акса разорвали. Куроку вместе с С4 стал. Где же Тинни? Тинни здесь. Артизи оставил в соло Куроку. Ну что, Тинни просто стоять и тратить ману, чтобы подфармить одного-двух хрипов. Это немного нелепо на самом деле. Так, Купей у нас подходит. Подходит Висп. Кецы Кымба промазывает по Куроку. Если бы попали по Виспу Лайт Стрекером, там без шансов уже. Куроку и к своим пробраться никак. Тут даже через тизер не получится. Ну, кайтят команду. Эваленш по троиму от Артизи. Ульта пошла у нас от Кецы Кымбы. И просто посмотрите на количество дэмэджа от Лины. Хорошо, что Артизи быстро бегает вместе с Куроку на хосте. Иначе умер бы моментально. Кецы Кымба под репелом. Зая в хекс бросили. И ждем. Задули в Зая. Зай на лоу хп. Тинни на лоу хп. Артизи сейчас догорит с Баттлхангера. Акс забирает даблкил в этом файте. Минус Пупей. Минус Артизи. И Зай выходит на Охайо. Зай, скорее всего, здесь умрет. Келлинг Спирит для Кецы Кымба. Три в один размен. Забрали, правда, Охайо. Ответили ему за даблкил со стороны команды Малайзия. Но, тем не менее, троих игроки команды Сикрет потеряли. Так начинать нельзя, если Сикреты хотят выиграть эту игру. А если хотят проиграть, так начинать можно. Простая и понятная логика. 760 по голде Малазийцы выигрывают в данном файте. И 1600 по экспириенсу против 800 от Сикретов. Вообще по золоту Малайзия. 2000 впереди. И по экспириенсу 1000 тоже для них. Артизию выгнали в лес. Стоять на линии сложновато. Особенно, когда приходит трипла. Когда Лина под репелом у Томника. Сильно не подерешься. Лина очень хорошо сейчас, на самом деле, себя на фоне Тини чувствует. Контрить не вопрос абсолютно. Репел бросили. Демеджа у Лины. Пожалуйста, 100 с копейками. Бегает невероятно быстро. Пассивка вторая. То есть один раз каст, и с руки Лина половину хп сносит Тини. Это даже не обсуждается. Джаггер, зато перетянулся у нас на топ лейнг. Внизу как-то стало не очень. Зая зато отправился вниз. Заю дали возможность подформить. И причем дали и Сикрет возможность подформить. Да и Малазийцы. Оставили его в покое, наконец-то. Т1 пока падает. Джаггернаут забирает Тауэр. И это вторая вышка для команды Малайзия. Сикреты ни одного Тауэра ни то что не били. Даже не пытались выходить в пуш. Не тронутый Тауэр на топ лейне. И по чуть-чуть в миде и внизу снесли. У Акца в это время появляется Даггер. Ухай уже себе несет. Но Ухай у МВП в составе своей команды 100%. Два последних матча. Если бы не Ухай, то малазийцы смотрелись бы не так хорошо, как это на самом деле было. У Артизи 1600. Я думаю, есть вариант, что Тинни выходит у нас не в агоним, не в барабаны. А скорее всего соберет себе... Не скорее всего, но есть вероятность, что соберет себе Даггер Артизи. А Кроку уже потом будет прилетать к нему. Релокейт релокейтом, но Тинни должны сам по себе хоть что-то по движению организовывать. Если бегать самому Тиннику без БКБ, то там сильно не подсейвишь самого себя. Нужен в любом случае Даггер. Куху с Омни слэшем, но выходить рановато. Еще пачки крипов здесь большие, хотя сейчас можно и на Артизи вырваться. Но недалеко ВИС. В принципе, Кроку удар, если что, на себя примет. Ну и Куху тоже решил не баковать. Сильно, спокойненько фармить. Пока дают, опять же. Врыв у нас от Охайо. Первая реализация Даггера на СФО, Лагу на Блейд от Лины. Кецакомба уже 4-0 на данный момент. Врывается сюда Артизи, врывается Куроку. Охайо заберут. Окей, что дальше? Надо с Кецакомбой разговаривать. Нет, развернулся файт в другую сторону. Взлетает у нас в небеса Леон. Дал еще в полете Фингер оф Дес. Леона забрали, забрали Зевса, забрали Пупея и Артизи. Под репелом Куху просто разрывает Артизи. Трипл килл от Кецакомбы. Дальше за Заем. Бедняга Зая. Еще два удара и Зай здесь должен, в принципе, умирать. Кецакомба достаточно быстро бежит. Ну, будет ультракил? Нет, уже время прошло. Ультракил отменяется. 9-6 счет. По итогу файта 3-2 дерется малазийская команда. Дабл килл делает Лина. Тысячу голды в файте. По золоту Кецакомба. 6-700. Тини против него 4-800. Стыдно должно быть Артизи. Стыдно. Его обогнала девка. У Муши. Солринг уже имеется. Есть Бутс оф Спид и Гентал оф Стрэндж для Муши. У Зевса есть Аркан Бутсы, есть Боттл. Стаф оф Изадри и Солринг для СФО. СФО, кстати, не блещет вообще по фарму. 4-300 всего у него. Против него Кецакомба стояла. И там на 2500 больше. Под смоком Сикреты. Через нижнюю руну во вражеский лес. Курок у Артизи. В принципе, Дабла достаточно дамажащая. Там особая помощь им не нужна. У Лины уже есть ЕУ. Поэтому подсейвить Лина себя сможет. Артизи бросает у нас вверх Лину. Подкоп сразу же от Зая. Не дали даже возможность Лине хоть что-то проюзать. Минус мидер команды Малайзия. И смотрим по золоту. 880 за одну мидлейн Лину. И 1300 по голде. Ой, по экспириенсу для команды Сикреты. 880 по голде. По-моему, многовато вообще. Куху. Еще подкоп по нему. Умни слэша не будет через Блэйд Фьюри. Но здесь есть Хилингвард. И я думаю, пожалеет команда Сикреты, что не добили у нас Куху. Куху сейчас развернется. Есть Умни слэш. Можно уже врываться через 3 секунды. Иллюзии принимают на себя Чанни. Кот Лича. Ну и Куху. Да уже надо юзать Умни слэш. Других вариантов не будет. Минус 2 делает команда Малайзия. По голде. Опять вырывается вперед по экспириенсу. Опять вперед. И что из Сикреты-то? Смотрится вообще не алё. Да, я понимаю, что это 14 минута. 15-е, что Тинни не раскрылся еще. Сколько времени давать Тинни для раскрытия? 15 минут сыграно. Об Аганиме речи Тинни не может. Тинни 8-го левела. Артизи перемещается с лайна на лайн. И не фармит. Давайте посмотрим на уровни. Чтобы все доступнее и понятнее было, что я пытаюсь объяснить. Зай 11-го левела. Кеца Комба 11-го. Огайо 11-го. Куху 11-го. И дальше идет Зевс 9-го. И только потом 8-го левела Артизи. У него до сих пор Эваленш 3-го левела. И денег после Даггера вообще никаких. Поэтому Тинни не очень внятно смотрится. И непонятно, выйдет ли у нас Тинни в итоге в лейд. Получится ли у него что-то создать. А здесь есть Лина. Здесь есть Джаггернаут, который уже дамажит очень сильно. У Лины уже второй ульт. Трай Лагуна Блэйд бьет здесь по... По сколько? По 675 она бьет. Куху через Блэйд Фьюри спокойненько поставил Хеллингвард. Давай убивайте. Зай делает подкоп. Вот Джонни. Джонни на лоу хп. Джонни может и умереть здесь. Пупей пытается стопить Джонни. Хеллингвард потихонечку выхиливает. Но здесь Артизи делает даблкил. Забрал Леона, забрал Джаггернаута. Потеряли Веспа. Но и С4 на кецек имбу. Агрит на себя. С4, С4 отваливается. Он не знает забирать этот фраг. В итоге 2 в 2. И 2 в 2 я думаю в пользу команды Малайзия. Потому что... Хотя, хотя, хотя Джаггернаута забрали. Да, все-таки в пользу секретов файт. Закончился. Ну... Джаггера забрали. Иначе быть не могло. А мейнкерри команды Сикрет. Ну, в кавычках. Номинальный мейнкерри Артизи. Который идет у нас по Нетворцу на 3 месте. Не умирает. И это очень хорошо для секретов. 13-9. 4 тысячи по голде Малайзийцы. По экспириенсу. 2,5 тоже в пользу Тима Лазии. Ну, наконец-то... Поняли игроки команды Сикрет. Ну, или, может, наконец-то время пришло. Когда Висп не отлипает от Тини. Не дает возможности ему умирать. И помогает, в принципе, убийство делать. Артизи Дабл Килл сделал благодаря присутствию Куроку. Не без него. Скорость атаки очень необходима у нас Тини. Дэмэджи-то достаточно. Достаточно. И врыв, может быть, без Куроку. То есть не так он зависим от... Релокейта, как... Тот же, например, ЦК или тот же Свен. Здесь есть даггер. И не надо Тини особенно ждать, когда Куроку куда-нибудь его унесет. Спокойно своими ногами прошел и прыгнул в любого героя. Развалил его и ушел. Так можно действовать. И Тини примерно так и действует. Так, у нас Заггернаут на лоу хп. Ку-ху. Под Репелом. Под Гвардиан Энджелом. И здесь Даблу из Артизи и Куроку отправляют в таверну. Зай очень круто раскастовался. Но этого крутого раскаста не хватило. В итоге забирает Джаггернаута Зай. Разбейт и Хилингвард Зай. Нет, не пытается остановиться даже. Зайу надо бежать отсюда. Минус 3 делает команда Малайзия. И одного Джаггернаута забирают Сикреты. В итоге по Экспириенсу 1200 выигрывают Сикреты. И 3100 забирают в этом файте по Экспе Малайзийцы. Ну и по Галде намного больше Малайзия выиграла. Известный Сикрет. Нашумевший Сикрет. И Малайзия их очень сильно наказывает. У Зая уже есть Даггер. После Даггера еще 1800 для него. Транквил Бутси Боттл тоже для Сен Кинга. Пупей. Собрал себе Бутсов Спид. Есть медальон. Больше для Пупея ничего. Вообще Пупей, кстати, самый бедный. Так и есть. 2200 он и 2200 только на 50 копеек больше у Джонни. Есть Транквилы у Джонни. Даст. Брасер. Ну, такое. Разноцветные пуговицы и фольга от шоколадных конфет, которых никогда не поесть. У Муши Сол Ринг, Бутсов Спид и Брасер. Больше пока Муши ни на что не насобирал. Ну и Куроку тут среди саппортов самый серьезный смотрится. Есть Базилка, есть Транквил Бутсы для Куроку. Скоро появится Урн оф Шадоу. Я думаю, есть Боттл. Есть Маджик Вонт с огромным количеством зарядов. Все это будет в плюс для Веспа. Два раза всего умирал Куроку. Не критично. За 20 минут Веспа обычно побольше умирает. Выход от Артизи на Куху. Ну что, Эвелэн, Штос и Куху. Просто проюзал Блейд Фьюри и просто отсюда ушел. Зачем это сделал Артизи, толком непонятно было. Ну, может быть, просто развлечься. Ну или просто, чтобы не расслаблялся. У нас Джаггернаут все-таки стоял на фрифарме. Тоже ведь думать надо, что где-то рядом может быть соперник. Не уходит Куроку, не уходит Артизи отсюда. Точнее, Артизи поближе к Куроку поодаль стоит. Ждет, когда выйдут у нас на Тинника. А Алин, Лина уже идет. Идет уже на Тине. И посмотрим, я думаю, на Раскаст. Интересно посмотреть, что Кецокомба сделает с Тинни. Как он обойдется с Артизи. В итоге остались без файта. Мы с вами переключаемся дальше. Форстаф появляется у Зевса. У Пупея уже есть Тапок, есть Медальонов Кураж. У Зая после Даггера и Форстафа, Транквилбутсов и Ботла еще 400 на руках. Зая себя отлично чувствует, топ-5 на карте. У Охай на Аксе Даггер, Огрклапы и Транквилбутсы. Дальше идет Артизи. У Тинника остается совсем чуть-чуть до Аганима. Но Аганим на 25-й минуте без барабанов. Да, с Даггером, конечно. Но Даггер для того, чтобы убивать и быстрее зарабатывать деньги. Чтобы перемещаться по линиям и быстрее зарабатывать деньги. Чтобы просто быть богаче, быть сильнее. Но Артизи здесь немножко не оправдывает ожидания. Аганим приобретает Артизи. Возможно, сейчас Талантини раскроется. Будем на это надеяться. Просто интрига постепенно пропадает. И малазийцы давят, давят, давят и продолжают давить. 5000 по голде, по экспириенсу 2000 в их пользу. Кец и Кэмбаб. 2700 на руках. Главная ударная сила вообще в составе команды Малайзия. Да, тут есть Джаггернаут. Я понимаю прекрасно. Но то, как настреливает Лина. Я думаю, сравнение даже не идет Джаггер. Со своими одиночными ударами. У Лины еще и рассказ по всем. У Джаггера хорошая ульта. Но и у Лины ульта не хуже. Ну и Джаггер с плэшом не бьет. А Лина за счет Драгонслейва, Лайтстрайкера и контроль имеет. И масс-дэмэдж. Поэтому Лина, конечно, пополезнее здесь. Ну и опять же, что есть для команды? Есть Юл у Лины. А Джаггернаут у нас... Джаггернаут у нас все в себя, все в себя. БКБ появляется у Охая. После Даггера Блинк... Блинк Кингбар. Блэк Кингбар. На аксе. Поэтому врываться теперь у Охая может куда угодно. Даже не стал особенно напрягать у нас. Омни Найта, чтобы тот Репелл на него ложил. Сам за все отвечает у нас у Хая. Т2 догорает по мидлейну. Будет ли дефать его команда Сикрит? Где Артизи? Где Висп? Репелл опять на Куху. Джаггер забирает еще один тавер. У Куху. 3000 по голде Куху. На первом месте он 11500 насобирал. У Артизи 10 только. Я верю, конечно, что Тинни реализуется посильнее, чем Джаггер в итоге. С бревном Тинни фармит гораздо быстрее, чем... ...кто угодно на карте, даже если их по 2-3 сложить. Вот та пошла вот с Зевса. Увидели, где находится команда Малайзия. Понимают, что к Артизи пока не идут. Минус Т2 по нижнему лайну. Муша готов уже врываться в Артизи. Где Артизи? Где Висп? У Артизи есть Даггер. Он, в принципе, избежит здесь встречи с командой Малайзия. Сложно было бы не избежать. Зай разультился. Куда ты, Зай? Зай у нас Джонни. Джонни на лоу хп, но живой. Подкоп. Finger of Death. Сейчас будет ульта от Охая. Еще один удар. И Зай отвалится. Нет, Зай в итоге выхиливает. Забирают Леона. Дальше за Аксом. Агрит на себя Акс. И, ой, лучше бы не Агрит. Лучше бы бежал отсюда. Улетает Тинни и Висп. И здесь Куху теперь. Начинает разваливать Пупей. Непонятно вообще, как так получилось. Почему Пупей здесь остался в соло. Ну и ульта побила многих. Побила сильно. Но команда Малайзия, в принципе, вся живая. Разменяли Сен Кинга. От Зая и Пупея. Наличие на одного Леона несчастного. Все это, конечно же, в пользу команды Малайзия. 716 по голде. 2500 по экспириации. Тинни с Виспом внизу. Здесь есть чем заняться. Подпушили прямо под Т3. Осталось... Осталось... Да, осталось еще две линии пушить. Потому что... Помимо нижнего лайна, все остальные... Стороны у команды Малайзия стоят. Т1 здесь наполовину. Т1 здесь тоже наполовину битый. Для Артизии это небольшая, в принципе, проблема. Но туда надо прийти. На это надо потратить время, силы. И под это организовать какой-никакой мув. Кецы Кэмбан на Тинни. Тинни быстрее блинкаут. И Артизии должен быстрее к нему лететь. У Кроку через секунду будет тизер. Поднимают ветра здесь Виспа. Но Виспа, безусловно, здесь стирают Кецы Кэмба. Седьмой килл для Лины. 7-1-8. Лина опять невероятно полезная. В данной игре... Это мид Лина. Она такой должна быть. Она должна сносить всех и вся. Не обращая внимания на имена, на никнеймы, на героев. Просто раскастуйся, а потом бей-беги. Все будет в порядке. Аганим для Лины уже есть. Кулдаун 40 секунд. Нет, 50 еще. Странно. Видимо, только-только аганим прилетел. Не понял. Я вроде 40 секунд должен быть кулдаун. Куху у нас бросает на С4. Что, и драка в итоге не состоялась, да? Я так понимаю. Отходит вся команда Малайзия. Под репетом здесь Джаггер. Ему ничего особенного сделать не получится. Есть у него Скади. Есть у него Аэгис. Так, выходит Артизи на Джаггера. Джаггер, пошел ульт в Артизи. Да придите кто-нибудь рядом. Артизи выхиливает здесь Куроку. Охайо сразу же по голове Пупею. Это уже 500-ая смерть. Шестая смерть для Лича. Артизи тоже не бросает попыток подраться. Он приобрел себе Яшу и в итоге выйдет в Манта Стайл. Для Пуша, для Контер Пуша. Не знаю для чего. Тинни прыгает на Джонни. Поднимает его сразу же в ветрах. У Муши нет Маны. Вот теперь появляется Мана. Захилил с себя. Убил в итоге Артизи. И Зай очень зря сюда прилетел. Выкупается Артизи просто, чтобы вернуться с Куроку на мидлейн. Их уже здесь ждали. Зачем возвращались непонятно. Ну что, пошел файт. Подкоп от Зая. Зай быстрее вдаст и бежать отсюда. Развалили в итоге у нас Зевса. Артизи Куроку живы. Но уходят лесами. Денег у Тинни нет. И не предвидится в ближайшее время. Потому что штраф за байбэк. Хотели такой опрометчивый мув. Мало ли что. Вдруг здесь кто-то еще останется и будет драться. И подумали игроки команды Сикрет. Я думаю, что там 1-2 человека. Ну или 2-3 останется. Случилось не так. Остались все. И не по шансам было Артизи кого-то здесь убивать. Ухайо встал и ждет, когда Зай на него нагрится. Ну что, Ухайо врыв на Пупея в итоге. Выталкивает Пупея Зай. Пупею надо отсюда бежать. Пупей быстро айсер на себя. Засловил Акса. И валить. Я думаю, очень даже правильно. По золоту Малайзия 8 тысяч. По экспириенсу малазийцы выигрывают на данный момент тоже порядка 8 тысяч. Та пошла от Зевса. Потихонечку, по чуть-чуть прочекали, где находится Малайзия. Отковырнули по кусочку. Но это пользу своей, конечно, не принесет. Как ни крути. Одна ульта Зевса на 30-й минуте. Команды у нас не сносит. Это было бы просто-напросто смешно. Но пока что... Пока что без файтов. По голде мы видели. Десятка для Малайзии. По экспириенсу 8 тоже для Тим Малайзия. Артизи на нижний лайн. Вместе с Куроку. По-прежнему даблой. По-прежнему без подсейва. Если надо будет куда-то улететь, я думаю, Виспа улетит. Да, может, самое останется. Ну что, в спины уже вышли. Охайо под смоком. Все под смоком. Кецакэмба здесь. Охайо должен лидить Куроку. Агрит сразу же на себя Виспа. Моментально Джонни разваливает у нас Виспа вместе с Охайо. Не пожалели. И Фингер Оф Дес вообще ничего не пожалели. Да и не пожалели самого Куроку. Очень быстро развалили Виспа. В итоге Артизи вынужден был лететь на топ-лейн. Фармить здесь в гордом одиночестве. У Артизи 2.800 на руках. Совсем немножко остается до Манта Стайла. Но вопрос, будет ли Тини собирать себе Манта Стайл. Или же пойдет в Блэкинг Бар. Пока что, мне кажется, разумней оставить в покое Яшу. Пусть лежит. Лишней она не будет никогда. Потому что и скорость бега, и скорость атаки. И перейти в сборку Блэкинг Бара. Потому что Манта Стайл проблему Артизи не решит. Но Манта Стайл уже для Артизи есть. Денег на БКБ сейчас бы не было. А через иллюзию может что-то и получить. Но будем смотреть. Врывается Артизи на Куху. И все. Один замах. Куху просто-напросто уходит. Рейнджевой Барак. 147 хп. Под репелом Куху он вообще ни о чем не переживает. У него демеджа тьма вообще. 200 демеджа. Огромная скорость атаки. 0.42 в секунду. Начинает сыпаться Тавар. Начинает сыпаться Милишный Барак от Куху. Ну и скорее всего заберет. Тоже не проблема большая. Кец и КМБ после Еула. После Аганима 3.200. Тоже можно выйти во что угодно вообще. Чуть ли не в рефрешер. Так. Ульта пошла у нас от команды Сикрет. От Лича. Ну и что? Или ульта просто забирает крипов. Все живые. Ульту Зевса в никуда. Ульту Лича в никуда. У команды Малайзия все ульты имеются. И что это означает? Это означает я думаю минус-мид для команды Сикрет. С крипами зайдут все. Выключить крипов не вопрос вообще. Выключить героев тоже не вопрос. Омни Слэш есть. Лагуна Блейд. Гвардия Нэнджел. Всего предостаточно. Под репелом Куху на барак. Если будут на него нападать, близко уже будет вся команда. Кецакимба понимает у нас ветра нация. Не по таймингу. Но побыстрее в панике Лина пыталась раскастоваться. Не получилось. Куху продолжает файтиться. Ульта пошла у нас от Куху. Артизи на лоу хп. Лагуна Блейд в Артизи. А три Артизи в таверну. Байбека нет. И не будет еще две минуты в Артизи. И уходит команда Сикрет на собственный фонтан. Минус два делает команда Малайзия. Все в пятером живы. Можно смело заходить на хайграунд. Хилингвард от Куху и гоу фактится. Так и есть. Хилингвард стоит. Можно драться. Ульта пошла от Зая. Зай немножечко кого-то нам продамажил. По-моему Лину. Ну как немножечко. На фулл хп почти. Куху было фиолетово. Он был под репелом. Ему в принципе все равно на все что Зай может здесь сделать. Ну и СФО попадает под Раскаст. Увозит его висп. Под фонтан. СФО вряд ли здесь в принципе подстрянет. Вернется то он близко. Да и висп вряд ли здесь подстрянет. Висп очень удачно отлетел. И так были далековато игроки команды. Сикрет. Ну минус два лайна в любом случае. Сикреты поплыли. Сикретом сложно, больно, обидно. И Сикреты по-моему с грохотом сыпятся в сетку лузеров. Сенсация состоялась. По золоту малазийцы выигрывают 14. По экспириенсу 12. Это еще графики с линией не обновились. Тоже вопрос небольшого количества времени. Драка на Рошане. Сикреты вышли на Роху. Здесь в принципе в пятером все. Рассказ-то правда у малазийцев нет. Гвардиан Энджел потрачен. Есть у Лины Лагуна Блейд. Нет у меня слэша. Две секунды. Все, у меня слэш есть. Куху готов врываться. Его никто здесь не убьет. Ульта пошла от Зевса. Куху на СФО не врывается. СФО у нас с хайграунда. Сюда же Артизи запихивают. Здесь просто через ульту разваливают у нас Артизи. Минус Зевс. Минус Лич. 3 в 0 дерется команда Малайзия без шансов вообще для Сикрета. ГГ пишет у нас Пупей. Это означает очень неприятную развязку для команды Сикрета. Они проигрывают малазийцам со счетом 2-1. Не стали ждать уже ребята из Сикрета, когда Саэгисом придет там Лина или Джаггернаут. Перефармленный Саэгисом. Зайдет на базу и просто-напросто уничтожит Фонтан. Этого в принципе не дождались. Написали ГГ заранее. Поздравляем Малайзию. Они проходят дальше. А команда Сикрета падает в лузера. И фаворит данного турнира начинает свое движение по лан-финалу с сетки лузеров. Такое тоже бывает. Такое бывает. Ну и мы были с вами этому свидетелям. Ну что, на сегодня мы заканчиваем трансляцию. Микрофона был друг. Это студия игрокам ТВ. Вернемся уже завтра. Следите за анонсами в нашей группе ВКонтакте. И конечно же заходите на наш канал YouTube. Подписывайтесь. И увидимся. Будем смотреться там чуть-чуть попозже. Все. Всю информацию сейчас бросим. По нашим контактным данным в чат. Заходите в смену в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. И дальнейшие анонсы. Все это появляется ежедневно в нашей группе. Поэтому ждем вас там. До скорой связи. У микрофона был друг. Это была студия игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книгу. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok